Это сюр, вообще-то, исторические, которые в будущей учебнике истории, наверное, будут хохотать. Или это очередная ошибка западного резидента? Может быть, это даже какая-то коллективная олигофрения. Вот что значит грамотное политическое лавирование. С башкой у элиты, коллективной башкой у коллективной элиты, более-менее нормальные, слаженные процессы. Ты считаешь, что Советский Союз, значит, отменили горожане? Естественно, находят списки тех, которых надо мочить в сортирах. Как России двигаться вперед? Россия, Русь, она всегда жила, ну, не только в тени великой степи, как на ранних этапах своей истории, но под постоянным пристальным взором и давлением так называемого Запада. Если ты просто показываешь рукой на Запад, это было таким излюбленным пропагандистским приемом. И российских элит, и советских элит, и нынешних элит. И, в общем-то, это было во многом справедливые упреки, но так или иначе, ну, ты понимаешь, да, пропагандистским приемом со временем люди перестают особенно доверять. Но вот между тем, смотри, какая интересная вещь. Вот вернемся, значит, в эти 80-е-90-е годы. Помнишь, тогда ходили такие милые россказни, что добрый Запад нам поможет построить жизнь по-новому, построит здесь рыночные отношения. Это дело прошлое, даже не хочу ворошить. Ну, вот сейчас, знаешь, я чего не понимаю про добрый Запад? Я просто специально сказал о том, что я пойду в этом пропагандистском штампе, но действительно, вот ответь мне на этот вопрос, мне интересно. Вот сейчас он, добрый Запад, ввел санкции по принципу коллективной ответственности всех людей, живущих в России, за политический курс страны. Коллективной ответственности. Все, независимо от того, согласны они с нынешним курсом, не согласны, все попали под санкции, так или иначе. И, что характерно, Запад, я копался во всех источниках, я не нашел внятного условия, то есть никто не назвал условия, при которых эти санкции могут быть отменены. Да, значит, выступал Блинкин, еще какие-то чиновники из администрации, госдепа, внятных условий отмены этих санкций не артикулирован. Что позволяет, в общем-то, ну вот так, идя по логике, интерпретировать вот эти вот санкции, как, что они вовсе не политические, а антироссийские. Собственно говоря, их так и подает Кремль. Скажи, пожалуйста, ну, а как с этим спорить, что это антироссийские санкции при таком подходе, да, или это очередная ошибка западного резидента, что применяется именно такой инструмент? Это точно не ошибка, это точно планированные, целенаправленные, хорошо подготовленные, невероятно масштабные действия, которого я лично, честно говоря, не припоминаю и даже не читал. Я не говорю, что не было такого, я говорю, что не читал. Почему? Потому что, с одной стороны, первые два месяца со стороны СССР был дан какой-то срок, когда они извергались сквернословиями, ну, там поддакивали, подсказывали и даже голос высокий там поднимали, но никакими разрушительными тяжелыми действиями они не производили. А вот после 24-го, то бишь 26-го апреля, они уже взялись всерьез. Ровно два месяца после 24-го февраля СССР только шумели и гудели, и так подкалывали, пинали слегка, не били всерьез. Это указывает, на мой взгляд, на определенную методику, которую мы уже обсуждали, которая, наверное, в силу определенных ограничений и нового законодательства, сейчас подробностей для нашей русскоязычной аудитории распространяться не будем. Подобные примеры заметил достаточно большой недруг Владимира Владимировича Путина и, может быть, недруг нынешней России Андрей Ларионов, который был достаточно близким функционером в Кремле, который на сегодняшний день является очень хорошим знатоком и тоже, можно сказать, функционером в американской политике в Вашингтоне. И он перечислил четкую перечень, которую сейчас даже не стоит повторять, по хронологии, по действиям, по количествам, по размерам, по деньгам и по тем действиям, которые можно было, но на самом деле специально не были сделаны еще раз до 26-го, когда была встреча в Рамштайне. Почему встреча в Рамштайне? Потому что они даже все эти 40 с чем-то стран признавали, что это было организовано меньше, чем за неделю, а на самом деле ровно за 2-3 дня. То есть дали ровно до 24-го, 24-го дали им отмашку этим 40 с чем-то странам. Они прилетели министра обороны в Рамштайне, там приняли решение, во-первых, о военном разгроме России, именно так, и там они приняли решение о Ленд-Лизе, вернее, озвучили решение, потому что Ленд-Лизе – это не эти 40 стран, они их будут запрекать, но главное – носители этого Ленд-Лиза и сейчас понятны. Но было ли это политически обусловленным, или это было чисто антироссийское западня, которое уже капкан замкнулся? Я вам обращу внимание на очень интересный, абсолютно аналогичный эпизод, причем который произошел, вернее, начал 17 апреля, то есть вот сейчас относительно недавно. Точно такой же казус, абсолютно точно такой же. 17 апреля Реджеп Тайпович Эрдоган, артиллерии, авиации, РСЗО, пехотой, танками въехал в Торкса, в северный Ирак, где курдская иракская автономия. Там у Реджепа Тайповича Эрдогана, ровно так же, как и на Донбассе, то есть ЛДНР, есть 13 турецких военных баз. Он просто считает, что там есть какие-то там боевики, угроза над безопасностью для Турции, не на территории Турции, для Турции в соседнем государстве, и он туда поехал достаточно так, скажем так, масштабно, не щадя средства, инструментов выражения и всеми остальными военными инструментариевами. И вы где-то об этом слышали, это еще продолжается, это Клоу-Лок называется эта операция, и сейчас идет Клоу-Игл-2, то бишь Орловский ноготь-2 продолжение, то есть там лупят, мало того, что они лупят в Сирии, там тоже, как-то все забыли об этой Сирии, хотя я каждый день смотрю на этих военных картах, что там происходит, там все продолжается. То есть там войнушка, войной настоящей, это не просто позиционная война, воюют по-настоящему, Турция в том числе. Об этом молчок. Что делает Турция в Сирии? Ее кто-то там приглашал, может санкции ООН, может санкции Совбеза, что делает Турция в Северном Ираке? Может пора уже, ну какие-то курдские знамена, может уже санкции, может уже арестовать средства Турции, может что-нибудь другое, нет? Это сейчас происходит ровно так же, как сейчас делается. Нет, при всем при этом еще Турция возражает против вступления известных стран в НАТО, мотивируя это тем, что на их территории работают вот эти вот курдские оппозиционеры. И Турция дает место для переговоров мирных между Украиной и Россией. Это вообще, это сюр вообще-то исторический, который в будущей учебнике истории, наверное, будут хохотать. В общем-в общем, значит, грамотное политическое лавирование, понимаешь? Я об этом и говорю во всех своих передачах. Конечно, претензия быть великой державой, она обязывает, да, находиться и под интеллектуальным прицелом недругов, и под военным прицелом, и под санкционным прицелом. А вот если как бы вести себя немножечко по-эрдогановски, то, видишь, ну, конечно, нельзя, но если очень хочется, то может. Но мы сейчас не будем обсуждать вопросы политического нейтралитета. Это в современном мире, я думаю, что согласишь со мной, такого понятия не существует. Эти нейтралитеты, а не квази-нейтралитеты, а не нейтралитеты за кого-то. Это понятие количественное. Больше или больше. Слушай, а раз я о санкциях заговорил, скажи, пожалуйста, с точки зрения внутренней ситуации, санкции снимают ответственность наших чиновников за снижение жизни на уровне народа или нет? Я всегда, когда слышу подобный вопрос, начинаю искать, а кто такие наши чиновники. Даже если я был бы стопроцентным русским и гражданином России, я не могу увидеть наших. То есть, если эти иностранные халуи, которые добросовестно, качественно и старательно грабили, унижали народ и выносили все это, и продолжают сейчас этим заниматься, насколько им это возможно, они сейчас заботятся о внешних долгах и обо всем остальном и так далее. Если это наши, то тогда кто чужие, кто враги? Интересный вопрос. Коротко говоря, если эти чиновники были бы и наши, вот с этим условием, то они несут прямую ответственность именно по принципу, у каждой ошибки есть имя, отчество и фамилии. Если это ошибка, то это один пункт уголовного кодекса. Если это намеренное вредительство, то это высшая мера наказания или другие пункты. Но поскольку никакая подобная ответственность, ни за кем из них, как-то не видно, чтобы исследовало каким-то образом за последние, ну не буду говорить 10 лет, а дальше буду говорить 10 недель, я боюсь, что этим чиновникам грозит единственная ответственность, если они не так понравятся коллективному или уже не так сильно коллективному управлению страны. Ты же наверняка отследил нашу новостную ленту. У нас сенатор Клишис выступил с заявлением, что мы провалили импортозамещение. Ты знаешь, я критикую наши экономические власти и политические власти, чего уж греха таять. Но в данном случае, мне кажется, это было скорее позитивное действие. С одной стороны, Клишис зафиксировал точку, что является, фиксация точки, где мы находимся, является первым пунктом любого антикризисного плана. То есть сначала зафиксировали, потом проанализировали ошибки, потом составили, собственно, план на основе анализа ошибок. То есть это вроде бы такая декларация полезная, но ведь я тебе хочу сказать, что импортозамещение нам же не Госдеп провалил, не Байден, не Макрон с Шольцем. И рано или поздно люди спросят, не знаю, ну, Улюкаева, наверное, уже не спросят, вот, а других спросят, а вы куда смотрели? И что отвечать вам? Скажи, пожалуйста. Куда, куда? Все зависит от того, куда смотрели. Если спросят большевики, ленинцы 21 века, то не просто спрос, но ответственность будет. Если будем спрашивать мы в наших ютубных каналах, либо где-то в кабачках, либо неважно где, то, к сожалению, это будет сотрясение воздуха без последствий, потому что нужно спрашивать тем, вернее, можно спрашивать тем, у которых есть возможность сделать заявку на контр-элиту, имея в виду нынешнюю элиту, с заявкой стать будущей элитой. То есть пока нет конфигурации, сгустка, пока не собрались вот эти ртутные капельки в достаточном количестве для того, чтобы осуществить энное организованное, синхронизованное действие, это, к сожалению, ничего не получится. То есть за эти 30 лет есть столько много таких преступлений, нарушений и вообще-то безобразий, которые остались без спроса, не просто без ответственности, что, очевидно, нужно не просто дожидаться, а, грубо говоря, иметь, сделать, либо способствовать созданию новой элиты, которая это будет спрашивать. Если за эти предстоящие, не знаю, месяцы, пару-тройку лет или 15-20 недель какой-то катализационный процесс с помощью политических энзимов и катализаторов произойдет, то, значит, будет птица Феникс, а не будет просто пепель. А если все просто сгорит, ну, нет такой большой империи, которая невозможно уничтожить. Империя Майя была очень классной империей, а их нет. Инки тоже, вообще-то, большая империя, а их нет. У Атилы тоже была большая империя, а там на это сегодня претендует какая-то Венгрия, там среднее течение Дуная. У Чингистана тоже была большая империя, а там сколько там, трех-четырехмиллионные Монголии, а они-то до этого самого, до Бахемы, до Чехии доезжали, на этих смешных маленьких лошадках тогда. Да, если бы не внутренние вопросы, наверное, бы дошли бы до Атлантического океана. Да, силы нет войны, которая могла бы противостоять, просто не было. Ну вот, в результате всего того, что было в последние годы, мы тратили потенциал, мы, Россия, не в том числе самое дорогое, человеческое. Скажи, пожалуйста, а сохранился ли у нас в народе после всех вот этих вот лет культурный и нравственный потенциал для исторической работы по воссозданию самих себя, которая, наверное, ты прав, начнется с того, что люди задумаются об элите, ну, в пределах даже вот этих своих родовых пятен, родимых пятен патернализма, информизма, все равно задумаются об элите, наверное, в первую очередь, какая она должна быть. у 146 миллионов многонационального русского народа, из которых русских составляет больше 80%, не может не быть более чем достаточное количество и качество нужных людей. Это вопрос просто обнаружения организации и самоорганизации, потому что даже маленькие страны, я имею в виду, что намного меньше количества в состоянии родить достаточно качественных людей, которые будут потом иметь, скажем так, историческое значение, которое попадает во всех учебетах историй. Сегодняшняя Дания самая маленькая из скандинавских стран, Норвегия, Швеция, ну и Дания, но датская Карлморская уния, это есть как раз та династия, которая продолжает быть старше всех остальных и которая продолжает править всеми процессами. Если посмотрите на другие монархические элиты, которые чисто на карте сейчас смотрятся не очень убедительно и не очень как-то уважительно, но они принимают решения в клубах, где решаются мировые вопросы и не просто их деньги, а их право голоса и право власти принимать решения. Деньги – это инструмент, деньги – это топливо, деньги – это ничего, потому что они принимают решение, что будет деньгами вообще. Это будут, не важно, что это будут бумажки или не будут бумажки, или будут электроны, или не будет ничего. Это они принимают это решение. Соответственно, если на сегодняшний 146 миллион, и хорошо, что не только в Русской России, потому что, когда есть другие народы, есть так называемый гетерозный эффект. Гетерозный эффект – это когда есть различные по генетике организмы, которые в рамках одного вида, которые между собой дают более жизненно, более богатые генетическими комбинациями, способностями для выживания. Ну, короче, это обогащение. Это не ущерб, это как раз обогащение. И Советский Союз именно таким и был. И Российская империя такая была. Кто их делил? И Восточно-Римская империя такая была, так называемая Византийская. Там императором мог стать и Савр, и армениц мог стать, и грек может стать, трак может стать, болгар может стать, любой из этих народов, которые там проживали. Никто на это не спрашивал. Никто это не рассматривал. Потому что здесь вопрос меритократии. Если ты достоин аксиос по-гречески, значит, пожалуйста, прав и неси за собой все эти ответственности, поддерживать эту империю как на небе, так и на земле, как это был этот принцип тогда. Я абсолютно уверен, это не комплимент, скажем так, ведущему, либо там желание понравиться русскоязычной аудитории. Абсолютно уверен, что в этом населении на территории России есть огромное количество качественных людей, которые не просто в состоянии, которые найдут какой-то путь. Это уже промысел Божий. Я некоторые фамилии знаю, не буду сейчас их озвучивать, дабы кто-то где-то как-то не пострадал и не сгорел преждевременно неправильным образом. А другие, я уверен, что не знаю, но их не может не быть. Но в маленькой Грузии в начале 20 века в каком-то там горе у какого-то сапожника родился вот такой не очень пацан, который не очень такой большой, сильный физически. А вот стал человеком, который и на Ялте, и на Потсдаме, и в Тегеране вообще-то с ним считались, и как бы его ненавидели, но очень уважали. Не персонально, а за то, что было сделано. Так что маленьких не обижать, а если маленьких не обижать, то у больших огромные титанические ресурсы и потенциалы. Огромные. Здесь даже то поломанное, уничтоженное в пыль научное наследие, которое есть, даже из него можно это сделать. Потому что русский современный военно-промышленный комплекс это шедеврый. Просто здесь нет в условиях вот этой модели нет производственных мощностей, которые могут произвести это оружие в достаточном количестве, чтобы оно не было коллекционным. Это шедевры. Это хорошие образцы. Но их нет в достаточном для любой армии мира количестве. И так совсем. Не может быть так, чтобы люди, которые первыми летали в космосе, не может быть так, чтобы люди, которые производили каждый пятый самолет мира, тогда, когда выше самолета были только космические корабли, то есть самая сложная техника в мире. Каждый пятый самолет в мире гражданский, произведенный в Советском Союзе. И это было десятилетиями, они были законодателями. Не может такой народ полностью закончиться, чтобы все мозги вытекли, чтобы все умные, качественные люди исчезли, и чтобы это было невозможно восстановить, возродить и так далее. Да, это будет трудно. И тогда это было нелегко. А как у нас в Болгарии говорят, было бы и легко, не нам бы это осталось. Нам только трудности подавать. Ты наверняка тоже отследил эту новость. Если нет, надеюсь, что я тебе сообщу новость. Маргарита Симоньяна у себя в блоге написала следующие строчки. Они мне показались достойными внимания. Хотел тебя попросить, чтобы ты прокомментировал. Она пишет, нет никаких сомнений, что Ургант, это, если не знаешь, у нас ведущая. Да, да, Иван Ургант. Да, да, да. Популярных шоу на Первом канале. Что Ургант вернется. И в страну, и в эфир. А мы уйдем. За ненадобность. Точнее, в связи с завершением периода надобности. Знать об этом и делать свое дело, несмотря на это знание, отдельно, если это мазохистское удовольствие. Возможно, Симоньян устала. Возможно, это просто какая-то человеческая слабость. но если нет, что она предвидит какой-то перелом в парадигме пропагандистской, культурной, нравственной. Маргарита Симоньян не глупая девочка. Я уверен, что она либо предвидит, либо очень сильно боится с высокой степенью вероятности, что будет трансфер власти, который сложится крайне неблагоприятно для нее и для группы деятелей, которые работают, скажем так, в одной упряжке с ней. Ну, понятно, на пользу кого, где и как. То есть, она усматривает не просто внутреннюю коллегиальную конкуренцию со стороны Ивана Урганта, журналист, журналист, СМИ, СМИ и так далее и тому подобное. Она усматривает угрозу трансфера власти, которая скажется губительно для всех, которые на сегодняшний день работают либо поддерживают сегодняшнего модели управления. А тогда скажи мне, вот у нас, помнишь, в России было такое выражение по наехавшим, ну, чаще всего, да, так, городские жители. В Москве больше всего. В Москве больше всего. Несколько надменных, да. Или, помнишь, в Советском Союзе было так другое определение у приехавших из других городов или деревень, в основном, лимитчиков. Вот было такое выражение по наехавшим, а сейчас по аналогии с этим есть выражение по уехавшим. Ургант, например, из них такой самый первый, один из первых по уехавших. У тебя какое к ним отношение? Не, Иван Ургант... Тут уж очень, не, когорты этих по уехавших разнообразные. Это и журналисты, и вице-премьера, там, и вице-президенты госкорпорации, и, в общем, такая компания пестрая, как говорил Воланд, разнообразная и смешивая. Специальная военная операция — это центрифуга. И когда эту центрифугу запускаем там, где есть мутная вода, быстренько благодаря этой центрифуге получается почти твёрдый ил и чистая вода. Вот те, которые не видят себя в той модели, которая была до сих пор, они чётко своим поведением обозначили, на чьей они стороне, какую родину они признают своей родиной и какой стране они являются настоящими патриотами. Вопрос в том, какова была готовность, подготовка и способность сегодняшнего управления принять такой же удар, потому что то, что выглядит как специальная военная операция, ну, дело местечковое чуть ли не, внезапно оказалось таким масштабным военным, экономическим, медийным, финансовым, технологическим, эмоциональным, любым другим, не просто конфликтом. То, о чём мы говорили, оказалось таким серьёзным экзаменом в системе. Это битва, в которой победитель хочет забрать всё или не будет другого варианта, пленных брать не будут, здесь будут стрелять прямой наводкой, не будут по параболе, просто прямой наводкой. Сейчас события идут очень быстрым ходом, даже посмотреть на сводку военных действий специальной военной операции, видим, как быстро там всё меняется. Наши насыщения, это пластичная и стремительно меняющаяся ситуация, требующая каждый раз корректировок в управлении, анализы, безусловно, конечно. А сейчас нужна большая корректировка, корректировка моделей, быстрее, чем развитие вот этих уже настоящих военных действий, я вообще не имею в виду только географию Украины, потому что последние несколько недель я специально поднял ещё раз мою модель там политические обзоры ежемесячные и даже стал поднимать старые и сейчас заполню эту коллекцию вернусь к октябрю, но я сейчас делал апрель и специально в то, что выпустил насчёт апреля я каждый день указывал на это число, которое нам тыкают в глаза только военный конфликт в Украине и как будто всё информационное поле заполнено только этим, я не говорю, что это маловажно, нам говорят только об этом, в мире параллельно происходит ещё несколько больших очень серьёзных, очень тяжёлых, с совершенно реальными боевыми потерями, некоторые из них даже называются Великая Африканская война, которая тянется уже десятилетиями, где погибли миллионы людей и об этом нам сейчас не говорят, нам говорят именно то, что является пусковым механизмом для запуска санкций, уничтожения геополитического противника, обрушения мировой экономики, подготовка для дополнительного проекта, там Махтатова-Колобка версия 2.0 под названием 3.4.5.6, неважно как, потому что подключают сейчас и медицинскую составляющую и очень быстро, как будто вот вот она специальная военная операция снесла тематику Колобка, она не снесена, её тоже апгрейдят, её тоже обновляют, её тоже наращивают, её тоже готовят, ещё раз, военные конфликты продолжают происходить каждый день в разных краях мира, очень серьёзно и очень интенсивно. значит, вот эта многоочаговая, четвёртая мировая, третья, это было холодно, ещё раз напоминаю, четвёртая мировая война, ровно так же, как и описывали полтора-два года назад в прежние, там, более старые выпуски, в том числе и главтема народ, она идёт именно так, как мы тогда это описывали, и это надо понимать, потому что тогда мы понимаем логику, зачем им это надо, кому это надо, а иначе мы не поймём, как это остановить и что делать. Если мы не поймём, мы будем только реагировать, а реагировать, как мышца, на которую тыкать иголкой, это не есть реакция спасения вот этой мышцы, потому что эта мышца, это уже мышца уже декапитированной лягушки, уже мозг отрезан, ты тыкаешь, там контракция происходит, но это не есть реакция, которая поможет этой лягушке спасти себе жизнь. Не надо так, надо понимать процесс, и тогда мы можем занять позицию, которая, во-первых, нам позволит сохраниться, во-вторых, наш общий мир естественные геополитические союзники объединиться, противостоять и быть самодостаточными. Без этого нам конец. Без этого нам конец. Я просто так предполагаю, что переэкзаменовки не будет. Как помнишь, мы с тобой могли там что-то доздать в каникулы, потом оставить это, значит, на следующий семестр. Вот в историческом процессе так не бывает. Вот директор, мы в учебнике кибисторик, и директор этой исторической школы, Клио, все быстрее листает его страницы. Люди это чувствуют или нет? Вот они, когда они это почувствуют, что, значит, вот их старый модус операнди, вот этот вот конформизм, патернализм, значит, то, о чем мы с тобой говорили, что они как-то там не спрашивают никакой ответственности ввиду вот этих всех угроз, которые и действительно существуют, и которые внушаются там и так далее. Вот они перед этим историческим штормом проснутся, потому что ветерок усиливается. Знаешь, я вот иногда просыпаюсь от непогоды дома, ветер гудит в крыше, слышен дождь, люди чувствуют вот это время перемен, или еще как-то вот мы думаем, что сейчас вот военная специальная операция кончится и заживем там по-прежнему хорошо. В кавычках. Даже как сказать, люди чувствуют, и у меня есть очень простой не просто ответ, а рецепт, как они могут не просто почувствовать, но и принять правильное решение, и это решение обязательно будет победоносным, и оно настолько простое, настолько бесплатное, что, к сожалению, сделать его единицей. Простой и бесплатный. Простой и бесплатный. Выключить телевизоры и включить мозги. Если вы выключите телевизоры, мозг все равно проснется, здравый смысл все равно восторжествует. Вы начнете видеть тот мир, который есть настоящими глазами. Если вы сделаете себе диету без зомби-визора, без зомбоящика, ну, месяца на два-на-три, ну, по крайней мере, вот эти новостные там шумопроизводители, политкричалки и т.д. и т.п., то вы удивитесь, как начнете искать информационные источники подобранные, которые, скажем так, имеют более достоверную аналитическую значимость, ценность, полезность. И тогда вы удивитесь, сколько много людей думают именно как вы и воспринимают этот действительный, настоящий, окружающий нас мир именно так, как он есть. Я специально оперирую общими понятиями, общими мазками, дабы не завиваться в какую-то там конкретику, потому что частные подчиняются именно этим общим правилам. Пока люди приходят дома, находят вот этот пульт управления, у меня его нет, даже не могу его показать, и тыкают и включают вот на этот прямоугольник, у меня его нет, поэтому я и это не могу показать годами уже как. И начинают искать ответы на свои беды и вопросы или страхи там, где их производят эти беды и страхи и вопросы, то решения невозможны. И даже если они сделают это простое бесплатное действие, выключить телевизор и включить мозги, то тогда даже не будет необходимо задавать вопросы, а что делать, потому что что делать, это самовырисовывается естественным образом, без необходимости удобрений и дополнительных усилий. Я не верю, что у той нации, которая летела в космос, которая строила каждый пятый самолет в мире, которая стала моделью для полмира, для человеческой справедливости и для индустриальной мощи, и для всего остального, не осталось людей, у которых, если они выключат телевизор, они не увидят те образы и смыслы, которые вижу я без никаких дальнозорных труб и оптических приборов. Поэтому оптимизм в том, решение очень простое и полностью бесплатное. Выключить телевизор и включите мозги, но там будет внутренняя семейная битва в каждой квартире, потому что один выключит, другой скажет «Не-не-не-не-не, я это хочу посмотреть, что ты хочешь посмотреть, что тебе там скажут?» И начнется… Без гражданской войны не обойдется. Слушай, но вот все-таки мне кажется, что Россия, которая, ну я верю, я другого слова сказать не могу, я верю, преодолеет вот этот кризис, пока не понимая, как, поэтому говорю «верю». Какая она будет? Перездача экзамена сто процентов будет. Вопрос в том, для нас, для наших деток или для наших внуков. Потому что если останутся люди на этой земле, они этот экзамен перезадут. Просто стыдно будет за то, что мы им такое наследие оставили. Такой хвост незакрытый мы им оставили. Поэтому я считаю, что нашу ответственность мы должны нести сполна, до конца. И вообще-то не перебрасывая это именно нашему следующему поколению, потому что тогда им придется поднимать, восстанавливать намного страшнее, тяжелее, чем нам все еще сегодня можно это сделать. Было ли что-то такое с твоей точки зрения, что мы должны принять во внимание, чему мы должны научиться? Вот как говорится, из пройденного материала. из всех 15 субъектов, которые развалились и отвалились, все пошли примерно одинаковым, я имею в виду с принципной точки зрения, путем, а именно под внешним управлением. И это внешнее управление, скажем так, выжимало их соки, сокращало их население, занималось деиндустриализацией всеми остальными пятью дей, которые мы уже обсуждали, колониальная неоколонизация, чем она занимается, на новозавоеванных, новоповерженных территориях. Так, за исключением одной. Одна единственная, она после 94-го года притормозила, остановила и постаралась сохранить все то, что можно сделать. Это была Беларусь. Это была не Украина, которая 10 раз больше, ну, 4 раза больше, чем Беларусь. Это была не Россия, которая 10 раз больше, и это не были ни среднеазиатские, ни там, ни кавказские, балтийские. Это была Беларусь. А скажи, нам сейчас сразу скажут в комментариях, напишут, что белорусская модель, она не самодостаточна. То есть она возможна только при условии очень близкой интеграции с Россией. То есть вот в чистом виде, если Беларусь взять и перенести ее куда-нибудь в другое. Их может быть самодостаточным с количеством населения 9-10 миллионов, без выхода на больших морских торговых путях и без достаточного количества скажем так сырья, которые тебе нужны для всех этих технологий. Так что да, она не самодостаточная, но она более сохранена социально справедлива, она более субъектная, она даже более военизирована и качество ее армии на душу населения это больше и выше, чем у каждой из других 14 субъектов, которые остались после этого. Поэтому что значит она не самодостаточная, где эта граница, помимо той, которую начертали на карте, которая разделяет тех белорусов, которые строили остальные части, большие объекты Советского Союза, которые и там сейчас проживали, где эта граница между Россией и Украиной, та граница, которую мы сейчас видим, а те 44... Они не имеют права на эти экономические преференции. Как? Как, когда все то, что там строилось, строилось всеми? Кто строил Запорожку АЭС, который сейчас в Энергодаре в Украине? Только одни украинцы, этнические такие, ритя, или как, или все, все, все там это строили? Кто строил там Байкал-Амурскую магистраль? Кто строил вот эти там Саяну-Шушенскую? Кто строил все эти большие объекты? А русские, украинцы, белорусы, или только местные, или кто? Все строили. Это всем. И ограбили, обманули всех. Поэтому называть... Я знаю, что в России... Ой, если мы не содержали бы Белорус. Ребята, вы как-то... Хотя бы от этого надо было избавиться, потому что вы хотели избавиться от Восточной Европы, Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, чтобы зажить лучше. Лучше зажили? Нет? Единицы, да, спора нет. Яхты, джетов, там все остальное у них есть. Поместье, вообще-то, Версайские дворцы у них есть. Их пару-трой кусочек, а другим-то как? Знаешь, мне кажется, что люди, которые, вот, когда настанет хмурое утро, России, которая, наконец-то, устремится в будущее, да, преодолев кризисный этап, а сейчас очевидно кризисный этап, мы все переживаем. Вот какой будет этот народ? Я вот так себе зрительно представил, ну, наверное, какие-то такие, знаешь, вот как смурные, невыспавшиеся люди, которые едут на работу, ведь я думаю, что нас ждет этап модернизации, да, и промышленности, и, ну, всех сфер жизни, государства, общества, и социальной сферы, и медицины, и образования. Но как-то вот настроением все-таки, я думаю, после пережитого у людей будет не очень, но скажи мне, появится ли в них прагматизм, тот самый, который позволит нормально отстроить жизнь, там, значит, вернуть слабо работающие институты, суд, значит, восстановить социальные связи, горизонтальные, я прежде всего имею в виду. Будут ли люди более требовательны, качество идеологии, будут ли они требовательны более требовательны к властям, да, от муниципальных до федеральных. Какие это будут люди? Это будут люди, уже прошедшие вот это горнило прияса, или это по-прежнему будет такая, знаешь, инерционная масса, которая просто, значит, ляжет под очередной политический цикл. Мы же не знаем, каким он будет. В какую сторону будет этот поворот, про который мы сегодня с тобой говорим, который уже ясно ощущается, но вот люди, люди, которые все это переживут, какие они будут? Если генетические наследники народа победители победят и в этой большой битве, они будут модального типа личности, как минимум в первом поколении, именно поэтому Сталин возродил и восстановил советскую экономику, где было там 149, там сколько городов, 32 тысяч предприятий, там 72 миллиона населения и сколько десятки тысяч сел разрушены, за 5 поствоенных лет он эту экономику восстановил, потому что есть мобилизационная модель экономики, потому что этот народ победителей понимал значение, смысл и цену вот этой победы и они это делали не ноя, а вот если к сожалению эта битва будет проиграна, потому что любая битва может быть проиграна одной из сторон, и она по-любому будет проиграна и для одной из сторон, то тогда какими будут эти люди, они будут как индейцы в сегодняшней Америке, ну там резервации, ну там туристическая аттракция, ну там есть что-то, ну там может быть даже казино они там управляют, где май и ацтеки в нынешнем Мексике, генетически и физически они сейчас шагают по улицам этого государства, но где их государство, где их цивилизация, где их постижение, могут ли они даже поддержать, почистить и немножко отреставрировать эти свои там храмы, нет, не могут, там все оброшено, там только травку немножко косит и деньги забирают на вход к тому, да, вот и все, если ты один раз потеряешь вот этот огонек Данко, который дает тебе государственность, державность, самодостаточность, и вообще-то структурность стержень, около которого народ вообще-то уже крепится, клеится и держится, и как рой около матки, который там, пчелой матки, который работает, и там он есть, если ты это стержень потеряешь, или не восстановишь, или не отвоюешь обратно, ну, почему там у этих там королей, монархических особей, есть там жезл, ну, жезл это символ, а без символа ты просто там какой-то богач, который оделся богатым, может, у тебя меч есть, может, даже у тебя, но ты без этого символа, нет, ты не монарх, ты решай там за какую-то там притарианскую гвардию, там около тебя, есть Рим времен республик, есть Рим времен императоров, и граница это не просто там в учебниках истории, очень-очень-очень-очень многих изменений там было, и мы сегодня живем практически в Римской империи, потому что тот владелец мира, который все еще продолжает считать себя владельцем мира, хотя и это современное... Который несет пак с Американами вместо пак с Американами? Да, там те же самые символы, римские символы, там тот же самый Сенат, тот же самый Капитулий, тот же самый обелиск, те же самые все римские символы, и они ведут себя так же, они называют себя так же, и даже первые отцы-основатели у них были не британские, и не французские, и не испанские, а практически почти латинские, почти римские имена, Джануариус, например, Макгахан, был такой журналист, Джануариус, это Януари, очень интересно было там, если посмотреть на отцы-основателей, как их звали, они, британская имперская, она предпочитала именно римские, латинские имена, названия, и да, их кверкали... Это такая легитимность взаймы, это стандартный политический прием, потому что Рим сказал, боги, судили нам право править народами, пардон за вот это же очевидный такой политтехнологический прием, и тут в этом смысле очень важно, что это не только импорт там, значит, силы или каких-то указилок, как там действовать местным туземным вождям, они же экспортируют еще и образ жизни, римляне экспортировали Пакс Романа, и это, надо сказать, был привлекательный образ жизни, это не для покоренных территорий, не сказать, чтобы уж это, ну, это было определенным обременением, но там были какие-то и позитивные моменты. Только для знати покоренных территорий? Только для знати покоренных территорий, Пакс Американо, это господство доллара, это, по сути, конечно, ну, только вот эти вот Нукеры из Золотой Орды не ездят, по сути, это такая вот, что называется, как это, платим мы все покуницы с дыма, таким образом, ну, как-то незаметно для себя, понимаешь, просто беря в руки эти зеленые бумажки. Вот что касается, к чему я тебя подводил, к какому вопросу, ты вот сказал об этом огоньке, видимо, ментальном или эмоциональном, а можешь какие-нибудь вот ориентиры назвать для русской аудитории, вот к чему мы должны стремиться, вот увидим какой-то ориентир по мере движения по этой исторической дороге, скажем, о пламен сказал, что это правильный ориентир, вот туда надо двигаться, можешь назвать вот такие, какие-то такие приметы движения в правильном направлении? Самое простое, самое правильное, самое острое, необходимое, это вернуться самим к себе. Достаточно просто вспомнить очень простое правило, выход есть там, где есть вход. Если мы попали в эту ситуацию 8 декабря 2000, то есть 1991 года, выход есть там, где есть вход, восстанавливаем то, что мы потеряли, не проиграв ни одного большого военного или экономического сражения. Самый большой проигрыш был обеспечен еще в 85-м году, а начало все это в конце 70-х, когда ККБ начало это сдавать, но это, во-первых, надо описать, понять и разобрать по косточкам, и, во-вторых, выход есть там, где есть вход. Если выход есть там, где есть вход, мы начинаем оглядываться и смотрим, какие страны, похожие на наше положение, нашли путь самодостаточности в борьбе с тем же самым внешним угнетателем. Ну, одна из самых достаточно рядом, можно сказать, стран, которые можно посмотреть и списать так урок истории и выживания, Иран, Берси, 5000-летняя история. Они 38-39 лет уже, несмотря все точно такие же сферепые, любые санкции, они же самодостаточны, они начали уже. Но живут они небогато, я тебе хочу сказать. Смотря что такое это понятие богато. В Советском Союзе и Болгарии монетарно мы и жили небогато, но когда я смотрю на фильмы, например, «Рокки-1», «Рокки-2», там, «Сильвестром», «Сталоне» и вижу, как они тогда... Это как определяют, у нас была просто сказка по сравнению с этой Филадельфией тогда, с этой Америкой. Кроме того, можно спокойно посмотреть и на другое очень важное государство, которое сейчас сегодня лидирует и часть из которого действительно живет зажиточно, более чем должно быть, Китай. Они же поддерживают этот институт, где 200 с чем-то сотрудников, 30 с чем-то лет, аккуратненько продолжают заниматься изучением, как валили, зачем вальнули и как вообще-то разрушили советские слюзы, что нам сделать так, чтобы у нас это никогда ни за что не произошло, потому что Натянан Муни они это отстояли, правда, потом сразу им поменяли власть, вот этот Худзинтау, он на самом деле либерал, ну, можно сказать, почти калифорнийский вообще-то закваски, но тем не менее они это отстояли и сейчас они продолжают это отстаивать, то есть есть у кого учиться, есть у кого смотреть, если не хочешь поднять свои собственные учебники истории и найти выход там, где есть вход. Мы вошли в это страшное, ужасное, умизительное состояние 8 декабря 1991 года, а это стало возможным, потому что последний живой из этих предателей, системных предателей, подписал договор о полной безусловной капитуляции в декабре на Мальте, на той же самой Мальте, нет? Почему он это подписал? Ну, слова много, там, ой, все плохо, все разрушено, но тот, который Василий Леонтьев приезжал из Америки, русский, американец русского происхождения, нобелевский лауреат экономики, кому именно эти младокомсомольцы и будущие чубайсы, не будущие, настоящие чубайсы, они его озадачили, а сделай нам, пожалуйста, экономическую, скажем так, диссекцию, аутопсию, вообще-то, вскрытие и расскажи, что у нас, как и если что-то у нас не так. Есть ли надежда, да. И он написал. Совершенно неожиданно, да, результат его оказался. У вас структурная, не системная проблема, и структуру починить, ремонтировать можно, есть определенные неудобства, но починить можно, не надо все рушить. Им этот ответ не понравился. Проводили и продолжили заниматься. Ломать не строят, конечно. Поэтому выход есть там, где есть вход. Это тоже бесплатно и тоже вроде бы легко, а нет, требует усилия. Решимости. Вот вопрос о решимости Альбера Камью, да? Без решимости выход найти Хайдеггера. Хайдеггер это экзистенциал, голосовские категории заменил вот этими словечками. Так что про Хайдеггера мы зря тогда с Шевченко вспомнили, нас потом били в комментариях. Ну да ладно. А вот скажи мне, пожалуйста, это мой вопрос такой, мне кажется, венец нашего сериала, ну по крайней мере на данном его этапе. если бы тебе предложили стать, ну вообще какая-то такая, знаешь, я бы с удовольствием бы посмотрел, как бы, если бы пламену Панайотовичу Паскову делегировали вот эти вот силы Демиурга для того, чтобы возродить вот этот вот древний Славянский Союз, вот если бы тебе как в фильме «Матрица» дали вот эти вот полномочия архитектора для того, чтобы восстановить и русский мир, и славянский мир, какое бы это было здание, можешь широкими мазками нарисовать, вот что бы у него было написано на крыше, да, какая табличка была бы, какой бы флаг там был укреплен, вот какой бы у него был гимн, ну в смысле какая идеология, вот что бы это так вот, знаешь, ин виво, да, я вот уже, видишь, у тебя учусь медицинским термином, вот так живенько, показать это здание может быть с каких-то разных ракурсов, как бы оно выглядело чисто внешне? Я знаю, какая будет надпись, надпись будет именно та, которая сейчас красуется на болгарском парламенте, которая ни одной минуты никто не наполнял смыслом, содержанием значения внутри в этом здании, по-болгарски это звучит «соединение от управи силот», нужно ли переводить по-русски? Объединение делает нас сильными, то есть только когда мы объединены, мы тогда сильные. Если у меня было бы власть, право решения и право обсуждения вот этих вопросов, я обязательно, во-первых, сразу отказался от этой власти в персональном личном качестве и создал бы коллективный орган, который 50 лет должен возглавляться от представителей всех этих народов, в том числе других, скажем так, внутренних. Была бы ли эта управляемая структура сразу? Была бы, потому что, во-первых, не было бы единый географический центр, это было бы не Москва, не София, не Варшава, а это было бы рутационный принцип. В Евросоюзе с этим они сделали чуточку умнее, хотя у них это имеет имитационно-камуфляжный, а не сущностный характер, то есть там чередуются, грубо говоря, главенствование управления европейскими процедурами и процессами, там, рутационно. Но здесь нужно сделать эти так называемые функциональные столицы рутационными с точки зрения единственной только безопасности. То есть эти рутационные столицы, они должны быть равноотдаленными от краях вот этого большого места для того, чтобы ни одна из этих столиц, которые будут ротироваться, и которые будут иметь название определенное там одной из этих исходящих пока что политических субъектов, которые через 50 или 100 лет станут единым целым, пару-тройку поколений должны пройти, но с сохранением этнографических особенностей, потому что иначе все будут возникать против ассимиляции нас за счет других, более больших и более сильных. Здесь не должен быть количественных критерий, здесь должен быть каждый голос имеет ровно одно и то же значение, неважно происходит из Болгарии, из России, из Латвии, или из Чечни и так далее. Каждый голос имеет значение. Из маленькой Грузии вышел человек, который мы уже обсуждали. Из небольшой Чечни сейчас вышел один из бойцов, командиров, которые там сражаются, которые буквально там, наверное, многие вопросы решают. Здесь не должно быть пренебрежения, абсолютно не должно быть пренебрежения больших к маленьким или большим к меньшим. Здесь все эти границы между этими религиозными различиями будут иметь уже институционально- государственный характер, а именно все религии, все конфессии становятся государственными служителями и они переведены на местном языке, а не на каком-то импортном, в смысле не на латынь, не на Куран, как там на Каракуле, а на местном языке с местными названиями. Не будем говорить архимандрит, будем говорить перевод на наш язык, не будем говорить патриарх, патриарх это старший отец, переводя на наш язык. То есть если все слова всех религий переведутся на местном языке и будут обозначаться именно так, то тогда удивительно окажется, что очень много чего общего и не нужно пользоваться вот этими внешними атрибутиками. Если вся эта система границами, с общей армией, с общей экономикой, с общими технологическими стандартами, с общими единицами измерения, с общим образованием, с общими, скажем так, финансовой экономикой, ну, Совет экономической взаимопомощи. Просто списываем все наилучшее, что там работало и было. Почему? Потому что даже Европейский Союз списывал Советы экономической взаимопомощи. У них тоже в Европейском Союзе в 90-е годы было денежная EQ, которая не существовала и которая была один к одному списана с переводной рублой. Переводная рубла физически не существовала, но она помогала выровнять эти клиринги, причем таким образом, что ни одна из сторон производящие сложные компоненты для одного большого целого, например, автобус и карус, не имела в интересах слишком сильно задирать цены либо себестоимость, потому что конечное изделие потом шло везде, если ты это задерешь, потом и тебе это будет тяжелее, сложнее обслуживать. То есть, если это интеграционная технологическая часть, я считаю, что это общее образование остро нуждается первые трех до пяти лет оздоровительной диктатурой. То есть, для того, чтобы вывести представителей нынешних стран от трех до пяти лет диктатура нужна в одной отдельно взятой стране. Что за диктатура? Потому что диктатура на сегодняшний день имеет только единственную остро отрицательную коннотацию, потому что люди не знают смысл, значение содержания этого слова. Я думаю, что мы здесь это обсуждали, коротко напомню. Диктатор в римских временах был не один, а два. Диктатор это те сенаторы с чрезвычайными полномочиями властовыми, которые, во-первых, ограничены по времени, обычно это год, но если там более сложный случай, побольше, и ограничены по территории, по ресурсам. То есть, у них больше, но все-таки фиксирован. У них есть конкретная задача решить какой-то большой, тяжелый, больной казус. Там нападение каких-то в римских временах, или там засуха, неважно что, неважно, это переводя на современный язык антикризисный менеджер, это переводя на медицинский язык это хирург. Хирург принимает пациента, когда уже таблетки, ампулы, уколы и мази не помогает, делает свое хирургическое дело, передает пациент реаниматору, реаниматор передает его там рехабилитатору, рехабилитатор возвращает его в настоящую жизнь. Хирург, то бишь диктатура, то бишь это не есть постоянная диета и форма существования конкретно взятой страны либо группой людей. Это противоестественно, это плохо, но это крайне необходимо, когда дело доведено и запущено так, как сейчас оно есть. Поэтому от 3 до 5 лет обязательно нужна оздоровительная диктатура при условии, что диктатор человек с умом, с ответственностью, с любовью и с твердой рукой. Он должен быть действительно, как раз за эти 3 до 5 лет этой диктатуры должны быть выработаны, выкованы и установлены правила меритократии, то бишь социальные лифты в этом обществе должны быть открыты, асфальтированные и освещенные магистрали для тех, которые обладают теми нужными качествами для того, чтобы народ это понимал, поддержал и за ними стоял. если будут выкованы вот эти правила, если даже там 5 выше Андрея Петровича 9 и не только, все это получит органику, получит уже натуральное существование, тогда вот этот оздоровительный диктатор может позвать всех этих других, показать, вот смотрите, какой мир мы построили, ваше место в этом нашем мире без войны, без боя, вся эта территория, это и ваши территории, ваших народов и ваше образование, и вы имеете ровно такое же место в этом, на этом круглом столе, как и я, у меня не будут два права голоса, у меня будет одно, я не думаю, что кто-то, кроме безумец, тогда они, собственные народы там с ним разберутся, если он такой действительно безумец и умалишенный, я не думаю, что кто-то, если увидит модель получше, нормальной, справедливой, честной, ясной, меритократия ведь, скажет, а не, наш олигархат это лучше, чем он лучше, вы там управлял, что ли, для кого это лучше, примерно вот так, очень коротко. Аудитория канала, глав тема народ, это люди разных убеждений, их, пожалуй, объединяет только одно, любовь к родине, патриотизм. Вот помидоры, здесь яйца начали кидать вообще-то, видите, как. Есть, да, помидоры, я уворачиваюсь, пока камера смотрит на докладчика, но тем не менее, есть люди разных убеждений на канале, это либералы, левые, патриоты, центристы, люди просто предпочитающие такую ныне почти забытую категорию, как здравый смысл. Но так или иначе, мы сегодня с тобой говорили честно. И помнишь, мы с тобой как-то вспоминали Киплинга, он настоял на том, чтобы его сын пошел на Первую мировую, и потом, когда он там погиб, на его могиле он написал следующий эпитафиум. Если спросят, почему мы умерли, ответьте, потому что наши отцы нам угали. После Киплинга как-то даже неловко больше ничего говорить. Мы благодарим вас за внимание, мы рассчитываем на ваши взвешенные, глубокие, обстоятельные комментарии. Благодарим, что были с нами. До встречи в увлекательном сериале с Пламенным Пасхом. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова